вот друзья приближается праздник хэллоуин и в канун хэллоуина он завтра кстати завтра понедельник а сегодня воскресенье и в канун хэллоуина мы делаем наш такой марафон в сани вы ли посещаем open house и вот дом тут на нем таблички 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 давайте почитаем там пом даже флайер есть час мы почитаем что написано во флайере богатый богатый документ друзья видно очень хотят продать потратили деньги на замечательный флайер давай свет где статистиках посмотрим что там нам скажу стремя громада басрама 960 скверфутов так 7 фактически 800 оклод 800 оклод и дом где-то приближается к двум стам метрам но меньше хотят они за него миллион 9 900 тысяч 899 миллион 900 тысяч пошли смотреть вот красавец флайер мы не будем с собой брать дорогая печать чтобы хотим их разорить что ли нет вы видите крышу друзья под на ней лежит вещь которую сейчас вы редко где увидишь называется лучший такие деревянные пластиночки они от солнца от влаги со временем так начинают деформироваться это сайт yard то есть мы сейчас находимся на улице тут таким кирпичиком все выложено просторно то есть расстояние довольно прилично между домом и забором так здесь тоже замущено кирпичом очень миленько тут надо беседочка какая должна быть вот в этом месте так мило мило но заборчик конечно драненькие старенький ну так ничего вот давайте может быть зайдем еще с той стороны и посмотрим насколько расстояние до забора больше меньше вот тут ну здесь поскромнее поскромнее ну тоже нормально ведь там даже какое-то помещение там у них storage хорошо ну пошли внутрь мы имеем входную дверь тут такая небольшая прихожая из прихожей вход в кухоньку из это стоит 4 тонны там вот эта кирпичная стенка там раньше была печь ну можно сказать ну печь духовка они потом перенесли туда налево дом построен году в шестидесятом вот так вот это вот крышечка это пробикью вот такая интересная штука вот кухня кухня и там дайминг там можно покушать вот и так это такая у них фемилирум телевизор тут можно посидеть поболтать так это что у нас это за красивая комната ну понимаешь как бобби фемилирум значит это там была печь ты представляешь у них там была печь ну вот видишь какая печь стауф они это назвали стауф вот а тут еще камин у них то есть вот это все вся эта кирпичная фигня когда-то вот была для согрева так сказать для огня она сказала что 60 стих родился кирпичная фигня значит была для огня видишь как так идем дальше а пол кстати пол из хорошего дерева такой старые работы с деревянными гвоздиками которыми которыми раньше сбивали паркет вот такая вот красота ну чё пошли дальше по коридору коридор не широкий как вот в то время строили это шкафчик путина пошли дальше bedroom спаленка спаленкой в ней шкаф и вот эти вот окна окна не поменяли окна современные вообще в доме мало что современное из того что мы видим так пошли товарищи так тут еще одна спаленка справа свет не горит вот ведь такая конструкция наверху до дергаешь за ниточку значит там свет загорается и вентилятор начинает крутиться да так что здесь небольшого размера эти два бедра мы были так тут подожди 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 тут просто полочки хорошо если мы света знаем что это такое это друзья пожилой человек для пожилых людей такая она сидячая сидячая это открываешь ручку и можно зайти не нужно переступать через не вы видели на выставках где их предлагают но вы никогда такой не видели чтобы она реально было но тогда вот плитка на каунтере вот это тоже все признак строительства определенного периода сейчас так уже не делают это получше да и плитка на полу это тоже все дела минувших дней а картиночки они тут наверно плитка такая да с картиночками ты тактику тимоти такие ну чего идем дальше так тут еще одна спальня три спальни да еще одна спаленка ну она ничем не отличается от остальных хотя окна не просто другие хотя тоже современные окна телевизионные камеры как в старых домах как бы признак признаки времени так вот в том же стиле мы видим и туалет такой да тоже умывальничек с двумя рукоятками так тоже это как бы раньше так делали сейчас ставят одну и крутит ее в разные стороны как джойстик да туалет туалет современный вполне идем дальше пока еще одна комната это видимо мастер бедро мастер бедро из него выход на улицу давайте посмотрим вот ушли люди мастер бедро вполне просторный может так сказать да за спиной у меня вот тут то что называется бок и наклозит да такой шкаф о видела это было внутри там две двери друзья это серьезно тут можно много чего повесить хотя правда тут всего одна стеночка так бывает что сразу две вот тоже вторая дверь из нее там одна дверь где светлана вот а другая здесь понятно понятно интересный дизайн такой нет она выглядит очень органично гараж ты не видела стиралку сушилку как ты не заметил ну пошли искать что искать возвращаемся по коридорочку вот и гараж вот и гараж мы его нашли практически из кухни вход был такая старинная мебель нормальный гараж для машинки все путем и действительно за спиной у меня вот эти вот стиральная сушильная машина они оказались в гараже и тут вот серенький это для воды такой бак не знаю как правильно назвать бойлер вот а там и для воздуха вот то что то что для воды довольно новенький современный а вот то что для воздуха конечно такое ощущение что чуть ли не не оригинальный да и вот дверь такая металлическая с решеточкой это как раз мне не так интересно интересно что в старых домах очень часто это назывался воркшоп место где можно верстак такой да верстак 1 верстак 2 где можно а где еще верстак а что это сверху такое это музыка чтобы играла ты господи а 10 инструментов все это чеку явно по всяк случае было построено для этого а вот такой смотри какой интересный комодик кому один к она обращает наше внимание на то как раньше клали паркет вот видимо по коридорчику идем и внутри в комнату когда заходит все это идет в одном направлении и по паркету видно где когда-то потом достраиваем там вот поэтому идем 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 и вдруг влево паркет поменял направление это говорит о том что была было достроено вот мы идем идем здесь опять поменяем направление значит тут мы идем 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 и опять поменяем направление то есть вот похоже что это было потом достроено довольно давно да это видно по самому паркету и по гвоздикам это давно произошло то есть они к дому достроили вот эту часть которая выпирает и обрамляет как бы бэк-ярд собственно мы похожую искать конфигурацию тоже сделали у себя дома все впечатления какие то есть вот этот дом он стоит вот миллион девятьсот я понять не имею если он продается значит он стоит вопрос потому что просто ухоженный дом такой ухоженный ты считаешь что он старенький но вполне в хорошем состоянии конечно ну хорошо тогда пойдем дальше